Был пацан и нет пацана, ведущий первого канала, получающий 50 тысяч долларов в месяц, заявил, что 80% зрителей – идиоты, и только 20 дельные люди. Если сейчас на экране вы видите меня, а не господина Киселева, поздравляю, вы вошли в процентный топ-20, по мнению Дмитрия Диброва. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Плюй на нижнего, столкни ближнего. Итак, Дмитрий Дибров, известный многим россиянам по программе «Кто хочет стать миллионером?», считает, что 8 десятков смотрящих телевизор – отбитые напрочь люди, или попросту сказать – идиоты. Опачки, а Эрнста в курсе? Я бы, конечно, с удовольствием послушала мнение Диброва о том, какое количество идиотов среди ведущих первого канала, но, чувствую, это навсегда останется для нас загадкой. Я нисколько не хотела умолить контент главного канала страны, полагая, что все транслируемое там – потолок для его смотрящих, и это их дело. Но, когда я прочла, что до сих пор живы программы со свахами, сплетни, которые раньше вел Малахов, обсуждение гордоном темы, почему на деревню тараканы напали, а также голубые огоньки Баскова и Киркорова, мне реально стало жутко. Кстати, голубой огонек Баскова пугает далеко не только меня. На этой неделе при съемках программы неожиданно на певца отреагировал и Тигренок. Но вернемся к Первому каналу. Ася Битова и Гордона реально кто-то смотрит. Но я вам больше скажу, я пошла дальше, зашла на сайт Первого канала и в рекомендованных нашла программу о Дане Милохине. Вот уж где действительно герой нашего времени. Да-да-да-да, это тот самый Милохин, за демонстрацию которого телеканал Муз-ТВ схлопотал штраф в 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ. Но первое, это не Муз-ТВ, и там по определению не может быть запрещенного контента. А вот то, что засоряет мозг, может. Да потому что по-первыхому вам не расскажут, что на улицах митинги против QR-кода, что опыты над людьми незаконны, что крепостное право отменили еще 160 лет назад. Но кому до этого есть дело, когда по телеку любимый сериал по пятницам... Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю себя! И танцующий Соловьев по субботам. Он также советует жителям столицы следовать рекомендации мэра и сократить количество поездок в период самоизоляции. Переваривать то, где не надо думать, гораздо легче, чем искать скрытый смысл в каждом моем слове. Но вы не представляете, как оскорбили слова Диброва русского человека, ведь на бедного ведущего высыпались ну просто тонны проклятий. Хотя какой он бедный за 3,5 миллиона рублей в месяц. Я представляю, как сейчас округлились глаза у какого-нибудь хирурга, не получающего такую зарплату даже за год. Или у школьной учительницы, которая не получит такую сумму даже за 10 лет работы в школе. А может пожарные имеют такую сумму? Или те же полицейские? Да нет же! Такие деньги настигают только шутов Первого канала, задача которых отвлечь россиян от насущных проблем. Но, похоже, доходить начинает до многих. В родном Екатеринбурге, например, массово увольняются полицейские. И если в сентябре основной причиной оттока были низкие зарплаты, то в ноябре ситуацию усугубили обязательные протоколы за нарушением масочного режима, которые полицейских обязало выписывать начальство. Знаете, что-то подсказывает мне, что увольняться собираются нормальные люди, а вовсе не те звери, что накануне крутили 14-летнюю девочку в Питере. А знаете, за что? Что? Переходила дорогу в неположенном месте? Не, ну а что? Нормально докопаться до ребенка и пенсионера нынче святое дело. А по поводу слов Деброва скажу одно. Закон Парета никто не отменял. И если внимательно посмотреть на нашу действительность, то все аккуратно так укладывается в обозначенные экономистом проценты. 20 на 80. 20 умных, 80 не очень. 20 богатых, 80 бедных. И на фоне всего этого мне стало даже как-то не по себе от слов Голиковой, которые утверждают, что для достижения коллективного иммунитета привить нужно именно 80% населения. Видимо, для того, чтобы остальные 20 жили долго и счастливо. Но это не точно. Готовьтесь, мальчики, тетя идет. Идет на вашу защиту. Депутат Госдумы Лена Дропека пожаловалась на крайне плохое питание депутатов. В частности, мамочку заботит режим работы депутатской столовки. Она, видите ли, не круглосуточная. Плюс наесться той порции, что там предлагают со слов Дропеки, не представляется возможным. Мне приходится приносить лотки с едой из дома, восклицает народная избранница. Но, как оказалось, больше всего ее задевает даже не собственный желудок, а животы коллег. По ее мнению, депутаты, которые оставили своих жен в регионах, вообще скоро пострадают здоровьем. Потому что питаются в сухомятку. Ну да, согласна с вами. Проблема действительно серьезная. И действительно нуждается в разрешении. А то ваша сухомятка уже на плечах лежит, да висит по коленам. Смейтесь аккуратно, чтоб швы не разошлись. Уважаемая Елена, знаете, есть такая знаменитая фраза. Как потопали, так и полопали. Похоже, кто-то свыше решил восстановить справедливость и привести этот закон в действие. За те решения, которые принимает Дума против своего народа, вас не только кормить не должны, но и зарплату удерживать, потому что вы ее не отрабатываете. Я вообще не понимаю, почему работа пенсионера длиною в жизнь оплачивается десятью тысячами в виде пенсии, а месячная работа депутата, который в своей жизни ничего тяжелее кнопки не нажимал, почти в 500 тысяч в месяц. А еще интереснее тот факт, что пенсионеры тщательно скрывают свое негодование и на жизнь не жалуются. Зато громко визжат депутаты. То квартиру служебную не выдали, то хлебный паек уменьшили. А вы, Елена, в тарелку среднестатистического школьника загляните. Холодные макароны и бумажная сосиска – это топчик школьного питания. Ах да, о чем я? Откуда же вам знать, дорогие мои народные избранники? Ваши дети-то учатся в других школах и даже в других странах. Но я добавлю, что мы, как родители, лишены даже макарон и сосисок, потому что лично у меня на работе в столовке нет. Нет и оборудованной кухни, нет даже микроволновки, потому что мой директор считает, что на работе должно пахнуть сосредоточенностью, а не котлетами. А весь общий пицц за пределами работы – по QR-кодам. И единственным вариантом остается та же сухомятка, что и у вас, но с разительно другой начинкой и на крыльце перед входом в служебное здание. Надеюсь, усложнив нам жизнь, вас до сих пор не замучила совесть, и вы чувствуете себя прекрасно, особенно когда громко кричите о том, что не нарушаете наши права введением клейма. Типа, действует он только на заведение далеко не первой необходимости. Да-да-да-да, мы уже поняли, что хоть как-то питаться – это, конечно, не базовая потребность человечества. Да и добираться до работы – это тоже не обязательно, ведь QR-коды теперь действуют и в транспорте. А как тогда работать? Может, научите? Может, мастер-класс проведете? Как незакодированному доехать до работы и как сходить на обед? Да как, в конце концов, купить шампунь? Хотя тут нам мастер-класс уже преподал житель Тольятти. Забегаем в магазин, хватаем шампунь, кидаем кассиру деньги, в них же на чай за суету убегаем. – 179. – Будете мне чак издать? – Да вы что, сумасшедши? – Устанете, ему зашить! – Устанете! – Устанете! – Устанете! – Всё, ребят, шампунь у меня! Факт передачи денежных средств зафиксирован. Короче говоря, друзья, ну вы поняли, кому-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий, кому-то сухомятка не еда, а кто-то и ей рату подножья офисного здания. Каждому, как говорится, свое. Взятку взял, чин потерял. На этой неделе госпожа, которой все включали как обезьяне. Вы взяли, что вы думаете? Вы поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Попало под следствие. СК России возбудил против министра культуры Крыма Арины Новосельской уголовное дело по факту получения взятки. Не, ну что началось-то? Вы так всех чиновников скоро пересажаете. Воровать-то некому будет. Оказалось, что этот культурный со всех сторон человек до кучи еще и коррупционер, не может это быть, который нагрел себе карман на строительстве Центра детского театрального искусства. А знаете, на какую сумму? На 25 миллионов рублей. Чудо чудное, диво дивное, но, видимо, свой центр дети так и не увидели. Зато красиво пожила сама чиновница, став гражданином с большой буквы «Г» и патриотом с большой буквы «П». А еще Новосельская обладатель большого количества званий и наград. Например, в 2014 она получила медаль за возвращение Крыма. Лично мне стал очень интересен перечень ее заслуг именно в этом действии, но в свободном доступе в интернете такой информации я не нашла. А еще она обладатель ордена за верность долгу. Ну, тут как бы все очевидно теперь понятно, за чьи долги Крым сидит на подсосе и кто этому долгу верен. Остается невыясненным один вопрос, почему Новосельская имеет два имени – Вера и Арина. Уж не потому ли, что под одним именем она брала взятки, а под другим взращивала культуру Крыма. Но все, конечно, гораздо грустнее, потому что в очередной раз стало понятно, почему в школах ремонт убогий и мосты падают с завидной регулярностью. Причем те, на капитальный ремонт которых выделялись немалые деньги. Жители поселка уже оценили преображение моста. Проход по нему стал намного комфортнее и безопаснее. Нам удалось сохранить его изюминку. Мост качается, но гораздо меньше. В обшарпанных стенах, зато с поднятым флагом, правительство России планирует потратить 1 миллиард рублей на установку в школах страны флагштока с российским триколором. Бюджет на это будет заложен в проекте на следующие два года. Подскажите, а про портреты президента во всю стену просто забыли? Или пока не знаете, какой формат предпочесть? А по-моему это очередной плевок во всех россиян. Ну потому что церемония поднятия флага для учащихся ведь куда нужнее, чем отремонтированный школьный туалет, прославившийся в прошлом году своим убого унизительным состоянием на весь мир. И ведь знаете, я понимаю, что кто-то из небожителей явно затарился флагштоками по дешевке и теперь не знает, кому их сбагрить. Так закупитесь по той же схеме плиткой, унитазами и батареями. Ну все хоть на пользу дела. Или вы думаете, что флаги это главное в системе образования? Или может они и патриотизм поднимут с колен? С тех самых, с которых мы все встать не можем. Нас поднимают, а мы продолжаем падать. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся в коленчат. Так я вам решение проще подскажу. Вы каждой школе задание дайте мальчишкам на трудах сделать деревянную стойку для флага, а девчонкам на этих же трудах сшить триколор. А потом устроите конкурс, лучшая работа украсит здание школы. Представляете? Миллиард сбережете и творческий потенциал в детях раскроете. Ну или можно жизнь горожанам облегчить. Тогда они сами и не из ложного патриотизма будут гордиться и своей страной, и своим правительством, и своим флагом. Но ведь это уже совсем другая история, правда? Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся завтра и только на канале Ермак Медиа. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!